О чем должна знать каждая любовница? Вот сегодня об этом поговорим с вами. О чем вы должны знать? Женщины, которые спят с женатыми мужиками. Потому что ваши фантазии, объемно-обширные, предполагающие, гиперболизированно-масштабированные, очень много версий того, что думает мужчина, что он чувствует по отношению к вам. А вы живете в этом состоянии, в состоянии придуманной жизни и придуманных историй. Вот об этом сегодня поговорим с вами подробнее. И прежде чем перейдем к обсуждению данной темы, я хочу напомнить вам о том, что каждый месяц я провожу абсолютно бесплатно онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка на регистрацию находится под этим видео. Курс состоит из циклов и бинаров. Они абсолютно бесплатные. Принимать участие можно из любой точки мира. Мы поговорим с вами о том, стоит ли сохранять отношения с мужчиной, либо пора расходиться. Поговорим на тему того, как пережить расставание с мужчиной, предательство, измену, прийти в себя, не натворить ошибок и построить счастливые отношения с другим мужчиной. Обсудим тему психологических блоков и телесных блоков, которые, естественно, влияют и на самооценку, и на сексуальность, и на финансы в жизни женщины. Поговорим про отношения с женатым мужчиной. Также обсудим с вами вопросы, связанные с тем, как выйти замуж за нормального, адекватного мужика и быть счастливой. И многие, многие другие темы будут затронуты на нашем бесплатном онлайн интенсиве. Под этим видео есть ссылочка, не забудьте перейти по ней и пройти регистрацию. Еще раз напоминаю, это абсолютно бесплатно и из любой точки мира. Итак, отношения с женатым мужчиной. Он наверняка вам рассказывает какие-то удивительные истории, говоря о том, что мы обязательно скоро будем вместе, еще чуть-чуть, еще немного, а вот скоро я брошу жену, а там нужно какие-то моменты уладить финансовые, а там с недвижимостью, а там еще ради детей я живу, и мы вообще не спим вместе, да и вообще у нас отдельные холодильники. И, конечно же, каждая ваша встреча, она для вас становится запоминающейся, вы в состоянии кайфа пребываете. И когда мужчина уезжает, безусловно, вам хочется верить в то, что когда закрывается входная дверь, и вы остаетесь на своей территории, а он по другую сторону, квартиры там, либо гостиничного номера, вам хочется верить в то, что он сейчас сидит в машине, и вместе с капельками воды, которая истекает по запотевшему окошку, текут его слезы по небритой брутальной щеке. Я могу вам сказать, что это чушь, которую вы себе придумали. Когда мужчина выходит от своей любовницы, первым делом он что делает, как вы думаете? Заметает следы своего нахождения с вами и вашего присутствия в его жизни. Если говорить прямо, он оттирается от вас. Он это делает влажной салфеткой, он 300 раз подойдет к зеркалу и посмотрит, не осталось ли у него где-то помады, пудры. Он понюхает свою одежду, чтобы от него не пахло вами. То есть вы на момент расставания с ним для него становитесь опасным насекомым, которое могло оставить следы на нем, и эти следы может учуять его женщина. Он оттирается, отмывается, делает все возможное, чтобы никаким образом, приехав домой, жена не заподозрила, что он был где-то. Более того, он включает неимоверно крутого романтика, для того, чтобы пустить туман в глаза своей женщине, жене, по дорожке может заехать за цветочками, позвонить ей, спросить, как прошел ее день, побыть с ней в душевном разговоре. А вы все это время думаете о чем? О том, что он сейчас едет и грустит. Конечно, когда он приедет домой, сожрет ужин, который приготовила ему жена, сделает вид, что у него несварение желудка, ему нужно срочно побежать в туалет, он сядет на унитаз, и как показывает статистика опроса среди мужчин, у которых есть любовницы, откуда чаще всего отправляется смс-любовница, с унитаза. Он садится на унитаз, вот этот ваш горшочный герой, и пишет вам, люблю тебя, скучаю по тебе, с нетерпением жду нашей встречи, думаю о тебе, ты моя любовь. В это время он там, возможно, испражняется, а может быть, делает вид, но вы должны знать это, что он пишет вам с горшка, потом он выходит, из чувства выполненного долга откладывает телефон в сторону, не боясь, что вы, что, позвоните. Хотите, эксперимент проведем? В какое приблизительно время вы понимаете, что любовнику лучше не писать и не звонить, потому что там жена рядом. В этот самый момент, допустим, в 21.00 вы получаете последнюю смс, а вот уже в 21.10 или в 21.05 вы уже не можете ему писать. Отправьте ему в 21.30 в какой-нибудь мессенджер 30-секундное видео. Оденьтесь, либо разденьтесь по откровению, поставьте селф-камеру и так с прищуром таким, волосы так сделайте, скажи, твоя сладострастная кошечка ждет тебя, мой разъяренный тигр. И начинайте ему отправлять такие короткие видосики. И посмотрите на его реакцию. Через несколько минут у него выключится телефон, либо этот гусь придумает причину, что ему срочно нужно выбежать куда-то за сигаретами и в попыхах будет вам написывать и названивать, ты что, больная делаешь? Зачем ты? Ты же меня подставляешь. Ну я же хочу, чтобы дома все миром разрешилось, чтобы мы развелись без разных конфликтов. потерпи еще немного. И вы продолжаете в это верить. И вы продолжаете думать о том, что вас действительно любят. Возможно, кого-то из вас я сейчас разочарую, но о том, что ваш любовник никогда не будет с вами, это решение он принял еще в первой неделе знакомства с вами. И вы должны понимать. мужчина понял о том, что он с вами никогда не будет в первой неделе знакомства и общения. То есть вся эта история, которая сейчас разворачивается на ваших глазах при вашем же участии, это исключительно театральная постановка. Мужчина не уйдет из семьи. Статистика говорит, что это делает всего 2%. И из этих 2% ушедших от своих жен, которые даже попытаются создать семью с любовницами, еще большая часть просто развалится. То есть и у любовницы не получится. Это исключение из правил. Да, такие семьи есть. И почему я об этом говорю? Я ничего против, не имею честных отношений. Что значит честных? Они могут быть болезненными, но честными. Действительно такое случается в жизни. У мужчины могла быть семья, но он встречает женщину, без которой больше не может жить. И да, понятно, есть пострадавшая сторона, есть жена, возможно, дети. Это боль, это и депрессия, и апатия. Но такой мужчина заслуживает уважения только за то, что он честно пришел и сказал в семье своей, дорогая, не хочу быть мудаком, который постоянно в туалет бегает, приходит тебя обманывает, в глаза тебе смотрит, придумывая какие-то истории, что у нас семья, ради детей мы живем. Он честно приходит и признается. Этого, если в вашей ситуации не произошло, ставьте точку в таких отношениях. Когда мужчина говорит женщине «мы скоро будем вместе», скоро у каждой женщины интерпретируется по-разному. Как там мозг обрабатывает эту информацию, мы знать не знаем. Для какой-то женщины скоро это через год, для какой-то скоро это через два дня, для какой-то скоро это через 15 лет. Что значит скоро? И здесь нужно как бы какие действия, задавать вопросы правильнее, какие действия, дорогой мой, ты наметил и определил для себя, чтобы быть со мной как можно скорее. И он вам говорит конкретно, вот смотри, сейчас на дворе у нас 1 апреля или 2 мая. Вот допустим, 20 апреля я подаю заявление в ЗАГС о разводе. Пока нам дадут там несколько месяцев на обдумывание, я до, к примеру, там 20 июня решу вопрос с жильем. То есть он показывает свои действия, что я буду делать. И вы видите эти действия? То есть это не болтовня, не болтология, а конкретные действия. Больше того, я обратил внимание на следующую уникальную вещь. Мне по какой-то причине раньше все время казалось, что любовница всегда как сыр в масле. То есть ей всегда очень комфортно финансово с любовником. Так это неправда. Оказывается, я специально проводил исследования среди тех женщин, с которыми я работал, которые были в отношении с женатыми мужчинами. Так вы еще и с желобами в отношениях. Мало того, что вы с ними спите, непонятно на основании чего, так они вам еще и денег даже не дают. То есть он не платит там, не оплачивает вашу квартиру, он не заправляет ваш автомобиль, он не дает вам деньги на карманные расходы, он вообще ничего не делает. Он просто пользуется вашим ресурсом. И, безусловно, здесь как бы можно обвинять и мужчин, и женщин, но хотелось бы обратить внимание на пропаганду, на пропаганду вот этой вседозволенности, в которой сегодня живет человечество. Посмотрите на смысловую нагрузку каких-то сериалов. Но это же маразм, самый настоящий. Какой-то богатый мужик, Хулио, женился на Хуанне. Хуанна молодая, а Хулио богатый. Какого Хулио Хуанна вышла за него замуж, в фильме не рассказывается. Но они везде вместе. Там какие-то мероприятия, фуршеты, встречи, переговоры. В один прекрасный день Хуанна лежала возле бассейна на шезлонге. Появился чистильщик в бассейне, Петруччо. Познакомился с Хуанной, они понравились друг другу. Я Петруччо, ее насиновали. Это увидела служанка и доложила кому? Хулио. Хулио, конечно, разозлился, и дальше сюжет фильма разворачивается классическим образом. Служба безопасности Хулио бегает за Петруччо и Хуанной, чтобы что? Петруччо отрубить, Петруччо, а Хуанну спрятать в клетку. Все телезрители, о ком переживают и за кого молятся. Конечно же, за этих двух невротиков. За Петруччо и за Хуанну. Хоть бы они убежали, хоть бы их не поймали, хоть бы этот Хулио сорвался со скалы. Когда он падает со скалы, его внедорожник разбивается в хлам, все говорят, фу, слава Богу, он умер. И посмотреть на такой фильм, думаешь, действительно, слушай, какая романтизированная блядство и прелюбодеяние. Потрясающий сценарий. Какую-то песню послушаешь, то же самое. То же самое. Он его обманул, она ему изменила, потом они думают друг о друге, тебя целуют другой, а ее целуют третий и одно-второе. Ну, возьмите эту песню, группы не пара. Они знакомы давно. Если послушать эту песню и представить эту картину происходящую, это нужно быть... Что это за люди вообще? Они знакомы давно, но только не суждено быть им вместе. Да ладно? Что случилось? Ему пожизненный срок дали. Там, и его гранаты разорвало на части. Я не знаю, ее там тараканы дикие унесли, куда-то утащили. Как бы, почему они вместе не могут быть? Оказывается, его семья и ее не изменить ничего. Увы. Вы что, рехнулись там, что ли? Какая нахрен семья? Там ни у него, ни у нее семьи нет. Возможно, их партнеры думают, что у них есть семья. Какая семья? А в смысле не изменить ничего? Вы безвольные рабы? Что это, крепостные какие-то? У вас нет мнения своего? Или вы мазохисты оба? Мучиться и страдать? А песня об этом же и говорит. Украдкой видится днем. Представляете эту картину? Ладно, она женщина. Она украдкой там пробирается на место встречи. А он-то, казалось бы, сильный мужик, который должен заявить о своей женщине и сказать, это моя. Я за нее несу ответственность. Он украдкой, блядь, пробирается. Пробрался. Они там по-чик-чирикались и разбегаются каждый по своим сторонам. Украдкой видится днем, а по ночам телефон как спасение. И вот здесь женщина начинает фантазировать. Наверное, он там спит сейчас и думает обо мне. Да хрень, полнейшая. Он не спит и не думает о вас. И не засыпает и не думает о вас. А вы в этом сидите и варитесь. И вроде бы и смешно с одной стороны, а с другой стороны очень грустно. Почему? Я вам так скажу. Женщина-любовница в списке психосоматических заболеваний, в том числе хронических и онкологических на первом месте вместе с женами абьюзеров и вместе с сожительницами. Как вам такой заход? Я могу очень просто объяснить вам. Ваша гормональная система вам не принадлежит. Она принадлежит вашему мужчине. Вот и все. Он распоряжается вашим настроением, как он хочет. Он едет к вам, вам хорошо. Он не едет к вам, вам плохо. Вам нравятся такие игры? Женщины-любовницы, если завтра пойдут сдадут анализ на пролактин, кортизол и на гормоны стресса, вы охренеете, увидев результат. Вы в постоянном стрессе живете. У кого-то волосы выпадают, у кого-то еще хуже проблемы начинаются с непродуктивной системой, с менструальным циклом и со многими-многими другими вопросами. А потом эти женщины кричат и рассказывают. «Марк, вы знаете, мне кажется, жена моего любовника догадывается, что у него есть любовница и ходит по бабкам и гадает, чтобы не гадает, а порчу на меня доводит. Я себя очень плохо физически чувствую». Что, вообще с ума сошли, что ли? Ну, ей-то надо. Вы сами себя в могилу сводите. И к большому сожалению, это так и есть. Я часто рассказываю про женщину, одну из своих клиентов, которая 27 лет ждала женатого мужика. 27 лет. И не дождалась, она помер. Причем помер еще и на унитазе от инсульта. Не знаю, писал он ей в этот момент, не писал, но так случилось. Она осталась одна, без детей, без семьи, без мужа. Так вот, вы обязательно должны знать то, что ваш любовник о вас не думает с позиции чувств, любви. Когда мужчина любит, он с той женщиной, которую он любит. Когда мужчине удобно, он находится вот в таких отношениях. Он спит с женой, спит с любовницей. Ему так кайфово. Но никто о вас там слезы не пускает, не сидит себе, не вскрывает там прямую кишку. Зачем ему это нужно? У него все хорошо. А вот у вас плохо. И вот с такими девушками, как вы и женщинами, я работаю каждый день. Поэтому, если вы хотите выйти вот из этого треугольника любовного и перестать верить в чушь, которую вам мужик рассказывает, любовник ваш, завтра, послезавтра, после-послезавтра мы с женой не спим, да, конечно, не спим. Все он там спит. Так отрабатывает, что мама дорогая. Вот если вы не хотите быть в таких отношениях, а построить нормальный союз, быть счастливой, не переживать за то, что там у мужика вашего есть еще какая-то женщина, я поэтому и приглашаю вас прослушать мои бесплатные вебинары. Не один вебинар, а все прослушать. Даже если тема не подходит вам, прослушайте их. Еще раз напоминаю, ссылка находится под этим видео. Переходите по ней и присоединяйтесь. Я очень верю, что это видео было полезным. До скорых встреч и пока-пока.